Продолжение следует... 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 дает аудиофайл и дает задание. Дома послушайте и напишите свое ревью, а завтра в школе мне сдадите в классе на следующем уроке. Это был первый урок. Теперь второй урок. Точно так же учитель начинает с вводных слов, говорит о роли музыки в жизни, а потом спрашивает, скажите, пожалуйста, а что вы любите слушать, какую музыку? Дети отвечают, а к какому жанру или к какому стилю ваша музыка принадлежит? Если дети знают, они это называют хотя бы на родном языке, учитель помогает им записать на английском, если знают на английском, сразу могут сказать. После этого учитель говорит, есть у кого-нибудь пример, любимая песня, например, в телефоне, где-то еще так, чтобы мы все могли услышать. Если у детей есть примеры, он им позволяет дать послушать секунд на 10, на 15, если нет, включает заранее приготовленный отрывок. Точно так же идет обсуждение, как эта музыка звучит на слух, работает с прилагательными, а после этого учитель говорит, хорошо, почитали биографии певцов и так далее, и дает детям задание, дома выбираете вашего любимого певца или песню, и готовите презентацию. Секунд на 10-15 можете принести аудио-отрывочек с телефона, поиграть и расскажете о том, почему вам нравится музыка и какая она. Как вы уже начали отвечать? Конечно, второй и так далее. Действительно, именно второй урок ориентирован на уроков, правда же? Иногда слушаешь методистов, и они говорят, что невозможно в классе повседневно реализовывать личностно-ориентированное обучение. А на самом деле можно, как мы с вами увидели, все зависит от того, как повернуть, чьи интересы учесть. То есть роль учителя в личностно-ориентированном обучении заключается в том, что учитель помогает ученику. Итак, вот если мы основываемся на этих принципах личностно-ориентированного обучения, то мы с вами увидим, что именно оно также позволяет нам отобрать целый ряд образовательных либо педагогических технологий, не в названии важность, которые позволяют ученику проявить себя, раскрыться и использовать свои личные интересы и свои личные знания, потому что учеников и тоже знания есть. Мы им просто помогаем их выразить по-английски. Итак, коллеги, какие же технологии педагогические чаще всего относятся к современным? Я постарался привести для вас небольшой список. Еще раз хочу подчеркнуть, этот список, конечно же, не исчерпывающий. Существуют различные классификации, существуют различные подходы. Поэтому все, что я сделал, это отобрал то, что, на мой взгляд, наиболее удобно использовать в нашей с вами повседневной работе и то, что наиболее четко позволяет нам работать и в рамках личностно-ориентированного обучения, и в рамках новых стандартов. Итак, прежде всего и чаще всего встречается такая технология, как обучение в сотрудничестве. А я хотел бы напомнить, мы поговорим и про алгоритм работы в рамках каждой технологии, и про цели и задачи, и про то, как, собственно, организуется обучение. Итак, вернемся к нашему списку. Обучение в сотрудничестве. Второе, это проектная деятельность. Я сразу хотел бы подчеркнуть, современные педтехнологии вовсе не означают, что это технологии новые. Та же самая проектная деятельность впервые появилась в 1910-х годах в США. Я расскажу несколько слов об истории этой технологии, но только начиная примерно с 80-х, 90-х даже годов, эта технология стала современной и актуальной для нас с вами, для нашего с вами предмета английский язык. Почему? Мы об этом сейчас поговорим. Разноуровневое обучение – еще одна из современных педагогических технологий. Применение ИКТ, информационно-коммуникационных технологий, тоже все чаще и чаще относят к современным педагогическим технологиям. Развитие критического мышления учащихся разными путями, через проблемное изложение материала, еще его иногда называют проблемное обучение, через такие приемы, как case studies и прочее, это тоже еще одна из современных технологий. Концентрация обучения с помощью знаково-символических средств. Об этом нам сейчас говорит новый стандарт, и действительно, эта вещь важная, удобная. А как, чем и почему, мы с вами посмотрим. И, наконец, периодически к списку современных педагогических технологий относят модульное обучение. Вот перед вами список того, о чем мы сегодня поговорим в рамках вебинара. И давайте мы с вами перейдем сразу к первой технологии из списка – к обучению в сотрудничестве. Почему возникла необходимость в этой технологии? В силу целого ряда причин. Во-первых, вы знаете, что положение в наших школах таково, что класса становится все больше и больше по размеру. Да, у нас есть санпин, который введен в действие с 1 сентября 2011 года, и в рамках этого санпина класс не должен превышать по объему 25 учащихся. Но при этом никакой санпин и никакие федеральные нормы не говорят о том, сколько учеников должно быть в группе иностранного языка. Поэтому, если администрация школы может себе позволить, она позволяет класс разделить на части, на подгруппы, а если не может позволить, то нередки ситуации, когда учителю приходится работать и с классом, состоящим из 21, 22, 23, иногда даже и до 25 учеников. Это очень тяжелая вещь на самом деле, особенно с учетом того, что у всех учеников разные способности, на всех нужно время, а если мы пытаемся за 2 часа в неделю в начальной школе и за 3 часа в неделю в остальных классах научить детей более-менее сносному владению иностранным языком, да еще их вывести на обязательную итоговую аттестацию, а с 2020 года единый государственный экзамен по иностранному языку становится обязательным для всех, так вот, в этой ситуации нам катастрофически не хватает времени на каждого ученика. Поэтому, как можно действовать? Обучение в сотрудничестве может стать для нас таким вариантом и таким спасением. Сразу хочется отметить, что обучение в сотрудничестве это не то же самое, что обучение в микрогруппах, хотя очень похоже. Основная задача этой технологии такова создать условия для активной совместной учебной деятельности учащихся в разных учебных ситуациях. А вот теперь давайте посмотрим на организацию этой работы в рамках этой технологии. Если позволите, я вам опять приведу два примера. Первый пример. Учитель дает детям задания, при этом делит класс на небольшие группы. Группы могут быть 3-4 человека, может быть чуть больше. Учитель делает класс, как правило, механически. Например, все, кто сидят за этими партами, вы будете работать в группе номер 1, те, кто сидят за этими партами в группе номер 2 и так далее. Если у учителя есть время, если он хочет дать детям возможность подвигаться, он может поиграть в одну из игр, которые относятся к Icebreakers. Например, он может сказать Those who like tea, go to the left wall. Those who like coffee, go to the right wall. Дети разделились на две неравных группы. Затем эти группы он делит еще по какому принципу. Например, those who prefer dogs, go to this corner. Those who prefer cats, go to this corner. И так делит каждую группу, добиваясь приемлемого размера. Ну, может быть, для того, чтобы равного размера группы были разделил как-то еще. Итак, учитель поделил класс на подгруппы. Затем дает каждой группе задания. Это может быть одно задание на весь класс, и мы смотрим, какая группа сделает его быстрее. Это могут быть индивидуальные задания для каждой группы отдельные. Тем не менее, дети задания выполняют. Потом кто-то из детей представляет результаты этой работы, и учитель ставит оценку каждому ученику в отдельности, в зависимости от того, насколько его работа хороша, и насколько удачно получилось ее презентовать. Это первый подход. Есть подход второй. Подход следующий. Учитель точно так же делит класс на несколько микрогрупп. Размер микрогрупп может варьироваться в зависимости от задачи, от наполнения класса, но учитель старательно выбирает так, чтобы в каждой микрогруппе был хотя бы один сильный ученик, что не всегда бывает легко сделать, и хотя бы один слабый, что почему-то всегда бывает сделать гораздо легче. Затем учитель дает группам задания. Учитель, кстати, может вполне сам здесь назначить, кто из детей будет отчитываться за проделанной работе. Дети выполняют задания за отведенное время, и затем учитель ставит одну оценку на всю группу. То есть вне зависимости от того, как каждый из детей работал, оценивается только итог, насколько задание было выполнено успешно. Коллеги, вот скажите мне, пожалуйста, какой из этих примеров с вашей точки зрения будет являться примером обучения в сотрудничестве? Первый или второй? Первый, кто-то говорит первый, кто-то говорит вторая ситуация. Второй пример. Второй. Хорошо. Голосование маленькое провели. Давайте я вам объясню. В данной ситуации правы те, кто говорят, что второй пример. Почему? Потому что в первом приеме нет никакого стимула для детей помочь друг другу. Каждый получает оценку индивидуально, каждый выполняет свою работу, ее потом будет презентовать, и у них нет ни времени, ни мотива для того, чтобы помогать своим одногруппникам. Есть у них хорошие дружеские отношения, все зависит от атмосферы в классе, они помогут, может быть, но активного учения не происходит. Во втором случае у нас один единственный результат и одна единственная оценка на всю подгруппу. Поэтому каждому ребенку придется внести свой вклад. В первом случае, если ребенок низкомотивирован, его оценка не очень волнует, он и будет сидеть спокойно, мало что сделает. Во втором, одногруппники, участники той же самой группы, ребенка начнут мотивировать, если он ничего не делает, для того, чтобы он что-то сделал. Если ребенок слабенький совсем, он может вносить свой посильный вклад. Кто-то, может быть, только оформит работу красиво, нарисует что-то. Кто-то будет докладывать результаты работы, и если это ученик, у которого с устной речью не все хорошо, то остальные ему помогут научиться. Сильный ученик вполне может объяснить какие-то правила, помочь отредактировать текст и так далее. А оценка будет общая. То есть вот они ключевые моменты обучения в сотрудничестве, как я уже говорил. Да, это работа в микрогруппах. В каждой группе должен быть обязательно и сильный, и слабый, и средний ученик. Так, одно общее задание на всю группу, подгруппу. По подгруппам задания могут отличаться, но подгруппа вся выполняет одно и то же задание. Роли для выполнения этого задания дети распределяют сами, либо с помощью учителя, если они пока еще не научились воспринимать. Да, вот верно комментируют коллеги, что сильным проще сделать самому, но во втором случае сильный ученик выйдет от слабых, то есть он будет помогать, есть действительно взаимосотрудничество. Каждый ученик отвечает за результат и своей работы, и работы всей группы. А оценивать здесь мы можем как нам угодно, только заранее детям объявить. Мы можем дополнительно оценить и усилия учащихся, если группа получается в целом слабенькая, и личный прогресс каждого. Но тем не менее оценка ставится одна на всю группу по итогам работы. И плюс, как правило, учитель сам выбирает, кто из группы отчитается за задание. Если мы отводим много времени на эту работу, можем просто предупредить, что вот я потом выберу, кто будет отчитываться, и они все друг друга отрепетируют, друг с другом как отвечать. Либо же учитель просто может заранее предупредить, на саму слабого ученика показать, ему волей-неволей придется этот текст учить. Давайте посмотрим, что же необходимо для того, чтобы мы могли организовать обучение в сотрудничестве в нашем с вами классе. Особенно если классы такие, как пишут коллеги, 22-23 ученика и так далее. Прежде всего, конечно, надо научить детей распределять роли. Вот примеры из учебника Милли для четвертого класса. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Вы здесь видите, как дети учатся говорить о том, кто что сделает, брать на себя ответственность за маленький вклад в общую работу. Например, здесь они организовывают вечеринку для класса, и они сами решают, кто что сделает. Кто-то, например, они говорят, who is going to play the guitar, who is going to make the decorations и так далее. То есть дети учатся просто взаимодействовать вместе. Вот пример из пятого класса. Точно так же дети готовят стен газету, либо делают альбом класса. Опять же, кто что умеет, тот то и делает. Не зря урок называется Let's work together. То есть помимо языковой основы, как сказать, как внести свое предложение и так далее, как выразить, как оформить языковое высказывание в речи, мы здесь еще учим детей и очень важному умению, умению организовывать свою работу и взаимодействовать со сверстниками. Вот еще пример из пятого класса. У нас есть целые ролевые карточки, которые прописаны. Здесь мы даем детям пошаговые действия для того, чтобы научить их взаимодействовать. А вот пример из десятого класса. Дети организовывают роль ролевую игру на тему, следует ли запретить профессиональный спорт. Перед этим в Unity в самом деле несколько уроков говорили о том, что спорт это вещь не только хорошая, но и опасная. Мы позволяли детям сформировать собственные точки зрения на эту проблему. А здесь у нас очень четко прописано. Посмотрите, я проведу курсором, вы увидите его изображение. Мы показываем и последовательность действий, как эта ролевая игра идет. Но точно так же мы прописываем роли, и мы прописываем и даем детям опоры и нужный словарный запас для того, чтобы поработать. Позвольте сразу прокомментировать. Кто-то пишет, бывает и так, работает только сильный ученик, а слабые знают, что оценка на всю группу и ничего делать не будут. Да, такое бывает, но это будет в том случае, если большинство в группе слабых учеников. Я не зря говорил, что один из важнейших моментов организации, вернее, работы любой технологии, это организация работы. Поэтому и группу каждую нужно организовывать так, чтобы были и сильные, и слабые ученики, но чтобы слабых ни в коем случае не было большинство. Средние ученики, которым есть куда тянуться, и в то же им могут немножко научить организовать слабых, они, как правило, больше за оценку переживают. Так что этот момент. Кто-то пишет, единственное, вариант 2 за ничего не делание. Можно и так попробовать поставить, но все-таки принцип такой, общая оценка за работу группы это одно, но ребенка можно оценить и за общие достижения работы на уроке. Зато вот другой пример. Лицейские классы, группы делятся, работают все с огромным удовольствием. Следующая современная педагогическая технология, о которой я хотел поговорить, это проектная деятельность. Как я уже говорил, проектная деятельность, эта технология далеко не новая. Ее впервые начали описывать в США в методической литературе в 1910-х годах. Более того, она активно начала в свое время проникать и в российскую педагогику. Прежде всего, не в методику, а в педагогику. Те из вас, кто вспомнит педагогическую поэму Антона Семеновича Макаренко, подтвердят, что он как раз там и описывает такие вещи. Когда он пишет про то, что вот было такое направление педагогики, которое называли педология, и некоторые сторонники этого направления пытались организовать работу и жизнь детей следующим образом. Детей отправляли в колонии или в детские дома, и некоторые особо творческие, особо креативные личности из этих педагогов говорили, а давайте мы научим детей ценить плоды труда, давайте мы им не будем давать готовую мебель, а давайте мы им дадим дерево, гвозди, материалы, рубанки, молотки и так далее. Пусть они сами себе и столы собьют, и стулья сделают, и кровати. И, конечно, как писал Макаренко, опыты такие оказывались крайне неуспешными, дети, попробовав сделать, понимая, что у них не получается, просто из таких детских домов, либо из колонии разбегались. Это как раз пример неумелой попытки организовать проектную работу. Действительно, в обучении иностранным языкам проектная деятельность была не очень популярна и не очень востребована. По одной простой причине. Сам подход к обучению иностранным языкам строился таким образом, что пользы от него было мало, от такой проектной работы. Давайте вспомним, ведь действительно, еще в начале 20 века, за исключением ряда школ, например, школы Берлица, ряда небольших количеств последователей других методов, обучение строилось в основном на основе лексико-грамматического метода. То есть, что делалось? Дети читали тексты, вернее, грамматика переводного метода, прошу прощения. Дети читали тексты, дети эти тексты переводили и анализировали грамматические особенности, делали упражнения. То есть, язык, в общем-то, изучали не столько для общения, сколько для того, чтобы разобраться со структурой языковой любого текста. Конечно, здесь проектам места не было. Проекты были не нужны. Более того, они отвлекали внимание, отнимали влияние от ценного, гораздо более других вещей, которые были ценны в рамках того именно подхода. И вот, когда у нас происходит поворот к коммуникативному обучению с конца 70-х годов, а в России на практике в школе, вы помните, это конец 80-х, начало 90-х годов, вот тогда проектная деятельность и заработала, потому что это прекрасная возможность для ученика применить свои знания и полученные умения на практике и показать, что умеет делать. Какие особенности проектной деятельности как педагогической технологии? Во-первых, существует обширная типология проектов. Проекты классифицируют и по цели, и по способу взаимодействия, например, индивидуальные проекты, парные, групповые и так далее. По времени это могут быть краткосрочно-долгосрочные проекты и прочее. У каждого проекта существует либо творческая, либо исследовательская задача, это основные показатели. Проекты способствуют развитию исследовательских умений. Проекты позволяют развивать у школьников умения анализа, синтеза, поиска и отбора нужной информации. Проекты позволяют, опять же, развивать умения взаимодействия со сверстниками, если это проекты не индивидуальные, а проекты групповые, либо если подразумевается презентация проекта и его оценка в конце. А также проекты позволяют развивать у школьников умения самостоятельной работы. И у проектов обязательно должны быть четко оформлены видимые конечные результаты. Давайте мы с вами посмотрим на типы проектов, которые чаще всего используются в обучении английскому языку. Вот сейчас, если позволите, сразу прокомментирую. Пишет Светлана Николаевна о том, что очень часто проект превращается в написание реферата. Вы знаете, может быть и исследовательский проект. Сейчас мы про это поговорим. Но другое дело, что типы должны быть разные. И вот какие типы проектов используются. Прежде всего исследовательский. Как правило, это мини-исследование соответствующей структурой. То есть формулируется гипотеза, ищутся факты, которые подтвердили бы, либо опровергли бы ее, и делается вывод. Если дети еще не умеют исследовать, то, как правило, с ними можно заниматься творческими проектами. То есть дети создают нечто в определенном жанре. Кто-то может написать стихотворение, кто-то может написать какую-то страшную историю. Помните, у нас есть такой раздел в учебнике «Небедальный мегридж» для шестого класса. «Спуки stories», когда дети учатся истории писать. И затем далее в учебниках, когда дети учатся делать «storyboard», то есть сценарный план для фильма и так далее. Проекты могут быть ролевыми. Когда у нас идет ролевая игра, но к ней надо подготовиться, собрать информацию самостоятельно и прочее. Проекты могут быть информационными. И вот здесь может быть действительно и в виде реферата сделан, но все-таки это нечто большее. Потому что задача у такого проекта не просто собрать информацию, но и представить ее в какой-то другой форме, удобной для представления аудитории. А реферат совсем неудобной аудитории представлять, правда же? Проекты могут быть практикоориентированными. Это проект, результат которого соответствует реальной потребности учеников и может быть применен на практике. Например, дети разрабатывают правила поведения в классе, создают класс «constitution», мы ее обсуждаем. И потом она у нас не просто мертвым грузом висит, а она становится обязательной по соглашению, для того, чтобы ее и дети выполняли, и учитель тоже. Давайте мы посмотрим на проекты в обучении английскому языку. Я не стал показывать, честно говоря, много проектов, потому что в Милле и Нью-Нью-Нью-Энглэш практически каждый юнит заканчивается проектной работой. Проектов очень много, есть что оценить. Например, вот проект, когда дети создают альбом для собственного класса. Если на него посмотреть, здесь приходится нам информацию собрать о классе и представить ее в другой форме, например, в таблице. И есть элементы творчества, когда дети рисуют рисунки, для того, чтобы класс свой показать, может быть, делают фотографии и этот альбом создают. А потом посмотреть выходы презентации, это упражнение номер два «Read and Say». Дети смотрят письмо по электронной почте о классе и учатся про свой класс сами рассказывать. А здесь у них на помощь в виде опоры приходит как раз и такой альбом класса, который они создали. Вот уже пишут комментарии, очень понравился проект «Конституция класса», у меня этот проект был очень успешен. Действительно, все примеры, которые я привожу, они из курса «Милле и Нью-Нью-Нью-Нью-Энглэш». И они хорошо сделаны и создают такие вещи, хорошо работают. Итак, как я уже говорил, проектных работ много, каждый юнит заканчивается на них, поэтому я, пожалуй, не буду на них много тратить времени. Вы, я думаю, с проектными работами и так хорошо знакомы. Единственное, что типичная проблема, которая возникает при работе с проектами, заключается вот в чем. Дети либо не умеют находить информацию, им нужна помощь и опора, либо дети не в состоянии распределить свою работу таким образом, чтобы вовремя и в срок все успеть. Поэтому многие учителя говорят о проектной работе еще в начале работы над юнитом, и дети заранее знают, что они будут делать, либо учителя дополнительно говорят детям, где можно найти дополнительную информацию. Но в любом случае роль учителя как помощника никуда не уходит, а остается по-прежнему очень и очень важной. Пойдемте дальше. Следующая педагогическая технология, которая очень помогает и сейчас востребована в обучении английскому языку, это разноуровневое обучение. Что такое разноуровневое обучение? Поскольку мы с вами говорили о том, что группы у нас большие, и дети, как правило, приходят с самыми разными способностями, то и получается так, что кто-то из детей делает задание быстро, не обязательно правильно, но делает быстро, и ему нужно срочно дать еще дополнительную работу, иначе он начнет остальных отвлекать. Есть дети, которые работают медленно, не потому что они чего-то не знают, а просто потому что у них темперамент такой. У них нервная система так функционирует, они не умеют работать быстро, им надо сделать не спеша, а обстоятельно. Есть дети средние, кто-то сделал побыстрее, кто-то помедленнее, но мы всегда должны помнить, что у каждого ребенка есть некая зона ближайшего развития. Это то, о чем говорилось еще в системе развивающей обучения Занкова. Что такое зона ближайшего развития? Это как раз объем работы и то развитие, которое ученик может получить при помощи учителя, то есть не самостоятельно, а если учитель ему поможет. И вот разноуровневое обучение, оно очень хорошо помогает эту зону активировать. За счет чего? Конечно, здесь несколько целей и задач. Во-первых, разноуровневое обучение – это один из способов построения индивидуальной образовательной траектории, чтобы в одном и том же классе были ученики, которые чуть больше других возьмут детей информации, просто потому что они более способны, а были ученики, которые по своим способностям, главное, лишь бы освоили программу, и затем их можно дальше пытаться развивать. Задача разноуровневого обучения – предоставить достаточно возможностей ученикам для отработки и закрепления материала, учащимися с различными познавательными стилями и психологическими особенностями, чтобы и медленные дети имели свой базовый уровень, и дети более сильные могли в рамках того же учебника и того же класса развиваться и так далее. Каким образом можно реализовать разноуровневое обучение? Для этого, конечно же, должны быть разноуровневые задания, которые включаются в ОМК, а одним из компонентов ОМК является обучающая компьютерная программа. И такие задания должно быть удобно интегрировать в урок. Давайте мы с вами посмотрим, каким образом это может реализоваться на практике. Вот один из примеров из 11 класса. Урок называется Express Yourself. Он представляет собой ролевую игру, то есть дети учатся, один из них, когда мы спределяем ролик, кто-то будет интервьюером, то есть будет проводить собеседование о приеме на работу, а кто-то будет участвовать в этом собеседовании в качестве соискателя. То есть получаются такие группы. Посмотрите, у нас с вами прописаны ролевые карты, дети знают о чем говорить, но каждый будет говорить в рамках своих способностей и возможностей, отвечая, реагируя на вопросы интервьюера и так далее. И посмотрите, в конце, по итогам этой ролевой игры, у нас есть карточки для самооценки, у нас есть Self-Evaluation Card, для того ребенка, который выступал в роли собеседника, и для того, который выступал в роли собеседователя. То есть вот эти вот вещи очень работают неплохо. Дети в состоянии оценить себя, свой прогресс лично, но само построение этого упражнения позволяет детям работать на том уровне, который им близок, который им понятен, на котором они работа способны. А еще очень много разноуровневых упражнений в обучающих компьютерных программах. Я вам покажу пару примеров, но не будем сейчас много времени на это тратить. Я думаю, что идея вполне понятна. Вопрос. В рабочей программе разноуровневые обучения надо отражать? Вы знаете, я бы в рабочей программе написал бы в пояснительной записке, что достигаться результаты и личностные, и метапредметные, и предметные будут за счет того, что ОМК содержит разноуровневые упражнения, которые позволяют в полной мере реализовывать потенциал каждого из учащихся. Один из самых интересных проектов в 11 классе – собеседование на работу. Проблема. Все пятые классы вышли на ВГОС, нагрузка у детей возросла в разы. Вы знаете, я думаю, что мы про стандарты можем с вами поговорить отдельно, потому что мы пока еще, к сожалению, не привыкли на практику, ориентируясь на эти стандарты. Вам, может быть, будет полезно посмотреть видео-лекции авторов курса о реализации идеи ВГОС в учебниках Миле New Milan English. Это лекция Людмилы Геннадьевны Карповой, она выложена на портале englishteachers.ru. И можно посмотреть лекцию Евгении Владимировны Костюк о реализации личностно-ориентированного подхода на примере учебников Миле. Я думаю, что эти примеры помогут. Еще один комментарий. Много времени уходит на поиск информационных ресурсов. Действительно, эта работа не маленькая. Много времени уходит на учительную и подготовительную работу коллеги. Информационные ресурсы тоже можно найти. Ко всем учебникам, которые выпустило издательство «Титул», на портале englishteachers.ru есть поурочные каталоги бесплатных онлайн-ресурсов. Это те самые ресурсы, которые нужны к конкретному уроку для решения конкретных задач. Если вы зайдете на форум, я думаю, что вы увидите, что время на такую подготовку, на такую работу очень-очень сокращено. То есть можно с этим поработать. Еще одна из современных педагогических технологий, про нее очень часто говорят, это применение информационно-коммуникационных технологий. Если вы позволите, я не буду слишком долго на этом задерживаться по одной простой причине. У нас осенью был большой вебинар на эту тему. Я вам дам ссылку. Вы можете детально посмотреть этот вебинар, познакомиться и с полезными сайтами, и с полезными ресурсами. Мы с вами сегодня поговорим на примере одного из компонентов УМК, а именно обучающих компьютерных программ к учебнику, потому что они позволяют уже использовать ИКТ и достигать планируемых результатов стандарта. Итак, обучающие компьютерные программы к учебникам. Чего они позволяют добиваться? Прежде всего, они позволяют обучать школьников всем видам речевой деятельности. Я сразу хотел подчеркнуть один момент. Конечно, компьютер учителя не заменит. Точно так же, как компьютер пока не в состоянии заменить живого собеседника, несмотря на все успехи в разработке искусственного интеллекта. Но чтению компьютер научить может позволить. Аудирование тоже позволит. Письмо на определенном уровне. Орфографии, да. Грамотности при изложении письменной речи каких-то вещей тоже может научить. Соблюдение формата текста, например, личного письма тоже компьютер может научить. Использование слов-связок компьютер тоже может научить для того, чтобы текст получался логически слитым, для того, чтобы обезбечить его когезию. Это логическое сцепление внутри текста и его когерентность. То есть когерентность это свойство текста, которое позволяет его легко воспринимать. Говорению компьютер может помочь. Компьютер может предоставить опоры для говорения. Компьютер может помочь ученикам научиться логически выдерживать свои высказывания, их выстраивать. И, кстати, вы знаете, вот этого очень часто ученикам не хватает. 12 января прошел региональный этап Всероссийской Олимпиады по английскому языку. Я в этом году, как и уже последние несколько лет, являюсь членом жюри регионального этапа Олимпиады по городу Москве. И вы знаете, одна из проблем, с которыми мы постоянно сталкивались, слушая ответы детей, заключалась в том, что дети просто логически не умели выстраивать свои высказывания. Я вернусь еще к этой теме, когда буду говорить про критическое мышление, про развитие детей. Но, тем не менее, я бы хотел сказать, детям было очень трудно логику высказываний соблюдать, выдерживать и так далее. Они тонули в море фактов, они не могли свою речь организовать. Вот компьютерные программы дают достаточно опор и учат выстраивать такое взаимодействие. И не всегда детям было легко взаимодействовать друг с другом. Обучающие компьютерные программы расширяют возможности учебника. За счет чего? За счет очень важного и простого принципа. Вы знаете, что такое учебник? Если ребенок подписал что-то в упражнении, особенно не карандашом, а ручкой, и этот учебник достался кому-то другому, упражнение можно уже не делать. Оно становится бессмысленным. Особенно, если оно подписано с ошибками. Более того, два раза одно и то же упражнение делать тоже смысла не имеет. Ребенок просто запомнит. Мало того, что он может в ключи посмотреть по ответам, он может просто запомнить и это упражнение выполнять механически. Потом более продвинутые дети, они не просто решебники покупают, которые многие недобросовестные издательства выпускают, а дети покупают вполне добросовестно написанные книги для учителя и списывают оттуда ответы по ключам. Что же у нас получается? Как можно программой расширить возможности учебника? Во-первых, один важный принцип. Упражнения в обучающих компьютерных программах не должны повторять тексты из учебника. То есть лексика та же, грамматика та же, а тексты новые. Это первый момент. Второй момент. В программах должна быть вариативность. В чем она заключается? Компьютер сам случайным образом выбирает порядок заданий, предложений, например, в задании и вариантов ответа. То есть если у нас есть задание на multiple choice и дети его делают перед ребенком, должно появиться на экране 10 предложений к каждому предложению варианта ответа. Компьютер выберет случайным образом, и даже если с одним и тем же диском, с одной и той же программой несколько детей, человек 10-15, сидят в компьютерном классе и перед каждым свой компьютер, перед каждым из детей будет немного разный вариант задания. А вы знаете, что это такое, особенно когда вы готовите контрольную работу. Написать 2-3 варианта, это очень непростая задача ведь, правда же? И получается так, что ребенку бесполезно будет спрашивать у своего соседа, говорить, ты что в первом предложении выбрал A, ну и я тоже A выберу. Потому что, во-первых, скорее всего, первое предложение будет совершенно отличаться по тексту каждого ребенка, а во-вторых, даже если предложения совпадут по тексту, варианты ответов будут даваться в разных порядках. И одно и то же упражнение можно делать несколько раз. Вы заходите в него второй раз, перед вами появляются новые предложения, новый порядок вариантов ответов и так далее. Поэтому возможность учебника расширяется. Конечно, учеников повышается мотивация. За счет чего? За счет того, что программа содержит и видеоролики, и анимированные ролики, и интересные бонусы, и упражнения, которые детям интересны. Программа также содержит дополнительные упражнения, то есть те упражнения, которых в учебниках нет. Либо это дополнительный этап к упражнению, который основан на упражнении учебника, либо это дополнительное упражнение, которое написано в логике авторов учебника, которое написано с использованием тех же самых лексико-грамматических средств, но это упражнение дополнительное. И, как я уже говорил, упражнения необходимо выполнять сознательно. Просто механически выбрать все A или все B не поможет, а результат будет невысокий. В рамках каждого упражнения существует вариативность, и программа предоставляет ученикам возможность самоконтроля Что это такое? Ребенок сам сразу видит, правильно он сделал упражнение или неправильно И если неправильно, то в чем его ошибки? А учитель может как раз посмотреть Очень удобно, вместо того, чтобы проверять каждую работу у ребенка, можно пройтись по рядам и посмотреть У кого на экране много красненьких ответов высвечено, у тех много ошибок, а у кого в основном синие То есть ответы правильные Кто-то уже пишет, особо старательные родители заучивают с детьми все ответы буквами ABC и так далее Действительно, есть такие проблемы, поэтому вы всегда можете в качестве проверочной работы использовать тесты из обучающих компьютерных программ Там учить бесполезно Кто-то говорит, я бы вообще не выпускала ключи, они появляются в свободном доступе, все задания сводят на нет Коллеги, с одной стороны, действительно, можно было бы ключи не выпускать С другой стороны, некоторые учителя пишут и говорят, дайте нам ключи, нам так удобнее, нет времени разрабатывать самим, проверять Пойдем дальше по презентации Кроме возможности самоконтроля, обучающая компьютерная программа включает возможность самостоятельной работы За счет чего? За счет того, что задания объяснены правильно, подробно, удобно Есть справочные материалы, богатые, которые позволяют ребенку самому разбираться И он просто выполняет те упражнения, которые вы детям задали И плюс упражнения, понятно, удобны для использования, они технически просты А методически нам с вами удобно, потому что на каждом диске лежит файлик, который называется гайд Методические рекомендации И эти методические рекомендации прямо по шагам объясняют, какие упражнения включить, что появится на экране, какие кнопочки нажать Как эти упражнения интегрировать в урок А пояснительную записку вы из гайда просто берете и вставляете, как часть вашей пояснительной записки в рабочие программы И это становится удобно Для того, чтобы побольше узнать про использование ИКТ в обучении английскому языку, вы можете посмотреть вебинар Видеозаписи вебинара, которые мы проводили осенью Перед вами эта видеозапись есть Я сразу хотел подчеркнуть, мы сегодня с вами заканчиваем наш вебинар Когда закончим наш вебинар, я постараюсь, но сегодня вряд ли получится А завтра мы выложим на сайте englishteachers.ru и саму вот эту презентацию, которую вы видите И плюс на сайте мы выложим видеозаписи этого вебинара Так что вы можете еще раз его пересмотреть, скачать эту презентацию, использовать ее в ваших выступлениях Для работы методических объединений и так далее Я буду очень рад, если материалы вы посчитаете полезными и удобными Вот опять же комментарий Нам пишет Ульяна Назарова Приходится придумывать свои самостоятельные работы А это намного больше времени, чем прорешать самостоятельно контрольную А кто-то сразу спрашивает Подскажите, пожалуйста, а где можно найти ключи к книгам для чтения вредап? То есть, видите, совершенно противоположные точки зрения Ключи не надо публиковать, а где нам ключи взять? То есть, действительно, такие вещи Кто-то разрабатывает свои варианты Коллеги, для тех, кому нужны новые варианты заданий Я вам советую воспользоваться Во-первых, обучающими компьютерными программами к учебникам Я сейчас скажу, какие уже вышли, а какие готовятся к выходу А также вы можете взять готовые итоговые тесты Правда, это итоговые тесты и входные То есть, конец-начало учебного года На сайте lteachers.ru Итак, к учебникам курса Millie New Millennium English Вышли следующие обучающие компьютерные программы Во-первых, это диск с интерактивными плакатами Для первого-четвертого классов Вы можете скачать некоторые кусочки из этих программ С сайта englishteachers.ru Заходите на главную страницу В левом верхнем углу есть изображение диска Можете скачать его и уже использовать эти вещи Диск Millie Stata для первого класса Если у вас есть пропедактический какой-то курс в первом классе Дополнительные часы факультативные занятия Вы вполне можете использовать учебник Millie Stata Который является вводным к основному курсу английского языка Есть отдельные диски Обучающие программы к учебникам Millie для второго класса Вот у меня за спиной эти диски находятся Для третьего, для четвертого и так далее Есть диски, вышли к учебникам New Millennium English Для пятого и для шестого классов У нас сейчас интересная ситуация возникла Диск, обучающий компьютерные программы К New Millennium English для седьмого класса Вернее, эта программа на самом диске физически пока еще не вышла Но она уже в продаже Ее можно уже просто скачать через интернет-магазин На сайте englishteachers.ru То есть вы скачиваете эту программу Получаете код активации И она у вас буквально за 3-4 минуты Оказывается в вашем компьютере Диски с программами К New Millennium English для восьмого и девятого классов Готовятся к выпуску И есть электронные приложения к учебникам для десятого и одиннадцатого классов Что на этих электронных приложениях есть? Я вам сейчас покажу диск Это электронное приложение для десятого класса Что оно из себя представляет? Во-первых, на электронном приложении содержится аудиозапись к учебнику То есть если вы не хотите покупать аудиодиск Вам удобнее получить больше материала Вы можете приобрести электронное приложение Можете просто включать его в MP3-проигрывателе, в магнитофоне И это будет работать как обычный аудиодиск Но там же на диске есть скрипты, то есть все тексты Которые даются для аудирования На этом же диске есть дополнительные по-юнитной контрольной работы К каждому из юнитов учебника На этом же диске есть материалы для проектных работ Графические, то есть картинки и фотографии Которые можно использовать И на этом же диске есть электронный англо-русский словарь То есть дети могут пользоваться гораздо шире Пользоваться этим электронным приложением Я дал ссылку, опять же, на слайде Вы можете посмотреть примеры из этих электронных приложений И обучающих компьютерных программ Очень приятно, когда вы пишете Благодарю за прекрасные программы Интерактивные плакаты — это здорово Использую программу для пятого класса — великолепная вещь Уважаемые коллеги Я передам ваши благодарности разработчикам и сценаристам Я думаю, что им будет приятно Если позволить, сразу отвечу вопрос не по теме Как скоро появится в продаже рабочая тетрадь Enjoy English Я думаю, что вы имеете в виду рабочую тетрадь к учебнику для пятого класса, к новому Она выходит в январе у нас И сейчас у нас уже готовится к выходу Тоже в январе должен выйти диск Обучающая компьютерная программа к учебнику новому Enjoy English для пятого класса Который можно использовать в том числе и в качестве электронной рабочей тетради И точно так же его можно будет приобрести онлайн и установить на своем компьютере Так что это будет интересно Какую оценку из пяти максимальных вы бы поставили данному УМК? Ну здесь уже, я не знаю, я не думаю, что это вопрос ко мне Я бы сказал так На каждую группу учеников и на каждого учителя есть свой УМК К сожалению, не бывает ни идеальных учеников, ни идеальных учебников и ни идеальных учителей Бывают просто такие ситуации Кому-то психологически легче работать по одному учебнику Кому-то по другому Поэтому и оценки будут разниться Потом вы сами знаете, если учебник нравится Даже если вы видите какие-то в нем недочеты с вашей точки зрения Вы прекрасно будете по нему работать А если учебник не очень нравится, какой бы он великолепный не был, методически продуманный Все равно вам будет работать по нему некомфортно Поэтому единая оценка вряд ли здесь появится Итак, коллеги, продолжаем Мы пока только про ИКТ поговорили Не забыли, у нас еще есть очень важные современные педагогические технологии Ну вот, кстати, еще примеры из обучающих компьютерных программ Начиная с пятого класса в обучающих программах есть интерактивный грамматический справочник для детей Справка дается на русском языке, чтобы дети могли ее понять И она интерактивна, то есть вы кликаете на нужный вопрос вам и тут же можете все прочитать Есть разноуровневые упражнения, вот скриншот с такой программы То есть, посмотрите, можно выбрать уровень 1, когда дается больше всего времени на выполнение заданий и меньше всего вариантов Можно выбрать уровень 2, где вариантов побольше, а времени меньше И, наконец, самый высокий, самый сложный уровень, это уровень номер 3 Где меньше всего времени на выполнение заданий дается Но зато с ростом уровня за каждый правильный ответ больше баллов можно набрать Так что дети сделали упражнение на первом уровне, вполне могут делать на втором и на третьем. Делали в классе упражнение на первом уровне, дом можно задать побыстрее поделать. Вот как выглядит электронный журнал, который опять же с пятого класса в диске включается. Например, вот здесь видно, что пользователь работал с юнитом номер 9, с первым уроком только успел поработать, за первое упражнение набрал 85%, сделал на 85%, второй и третий сделал отлично на 100%, а четвертый устал только на 62%. И вот в этой желтой колоночке идет средняя оценка за весь урок. Вот когда он сделает еще и пятое упражнение, видите, где беленькое, там у него будет общая оценка итоговая, и вы сами можете решить, сколько ребенку поставить. Есть кнопочка print, на нее нажимаете и можете распечатать эти документы, если вам надо хранить их в портфолио, но они точно так же сохраняются и в электронном виде. Это все для ОМК, мы сейчас видим пример из пятого класса, это к Нью-Медельным English, начиная с пятого класса, есть такие электронные журналы, я попутно отвечаю на вопросы. Теперь давайте поговорим еще об одной технологии, и эта технология называется развитие критического мышления. К сожалению, у наших детей, сейчас пишут, что нет такого журнала для Enjoy English, это пишет Юлия Шевелева, если не ошибаюсь, вы нам пишете, живете неподалеку от Улам-УД, верно? Как вы писали в свое время на форуме, километров 200 совсем недалеко. Коллеги, я передам разработчикам то, что, вот я прекрасно вас помню, тем более, что вы нам помогали некоторые контрольные работы разрабатывать, которые мы выкладывали онлайн. Я очень рад вас приветствовать. Итак, коллеги, если вам журнал вот этот электронный нравится, я передам ваши пожелания разработчиков, я думаю, что не проблема подобные журналы включать и в другие диски к другим учебникам. Итак, развитие критического мышления. Одна из проблем, с которыми мы постоянно сталкиваемся, кстати, я ее вижу и в повседневном общении с учениками, и я ее видел и на Олимпиаде в том числе. Это то, что у детей не хватает недостаточно сформирован уровень критического мышления. В чем это проявляется? Иногда и у взрослых такое бывает. Первое. Детям сложно отличить важную информацию от неважной. Иногда они просто в море информации тонут. Например, то, что было на Олимпиаде задание. Дети получали тексты и вытягивали табличку, картинку, о каком памятнике им рассказывать. Кому-то из детей нужно было провести экскурсию, рассказать по-английски о памятнике Петру I, который нам известен как медный всадник. А кому-то из детей, их партнерам, нужно было рассказывать про памятник рабочему и колхознице, который стоит в Москве на Всероссийском выставочном центре бывшего ДНХ. Детям давали 15 минут на подготовку и давали информацию о каждом из памятников на русском языке. Так вот, одна из проблем, некоторые дети совершенно не умели важную от неважной информации отделять. Они могли вести записи, брать любую фактическую информацию, записать. Многие дети цеплялись за даты и за имена и, к сожалению, их часто забывали. Я, например, помню, как одна девочка рассказывала. Она пыталась рассказать как можно больше, и вместо того, чтобы провести экскурсию, у нее получилась недоделанная энциклопедическая статья на уровне слабого реферата. Она, например, говорила про медного всадника и сказала, что Этен Фальконе создал коня и фигуру всадника, его ученица Мария Кало создала голову, а вот змею, как девочка сказала, создавал третий человек, которого звали Василий. На этом рассказ закончился. Девочка просто потерялась. Вторая проблема, помимо отделения важной информации от неважной, существенной от несущественной, это то, что не всегда дети готовы отделять факт от мнения, правду от вымысла. А ведь давайте не будем забывать, что у нас на итоговой аттестации на чтение как раз заданий очень много. True false statements, правда же? И в любом международном экзамене то же самое происходит. То есть дети просто не готовы посмотреть на факты и посмотреть, действительно ли информация соответствует действительности. С этим бывают большие проблемы. И третье. Дети не всегда сопоставляют то, что они читают, с реальной жизнью. Читают, верят, принимают это то, что по-английски называется at face value. То есть что написано, тому и поверили. А к сожалению, мы же с вами знаем, что и статьи бывают пишут с рекламными целями, и в жизни не все так просто и однозначно. А у детей бывает, к сожалению, черно-белое мышление. Либо все черное, либо белое, полутонов и оттенков они пока еще не захотят видеть. Как же можно развивать критическое мышление? Задача этой технологии – это научить школьников объективно и с разных сторон воспринимать информацию. Уметь применять ее, аргументировать свою точку зрения. Уметь осознавать различия во взглядах и принимать точку зрения собеседника. Подчеркну, принимать точку зрения не обязательно означает соглашаться с ней. Просто учитывать, что у собеседника может быть точка зрения другая, и он имеет вполне на нее право. Не согласен с этой точки зрения, пробуем переубедить аргументированно, а не просто говорить «это все плохо, а вот я тебе скажу, как хорошо». Потому что не бывает объективно плохо и не бывает объективно хорошо. Всегда чего-то не хватает кому-то, правда же? За счет чего развивается критическое мышление? Во-первых, за счет проблемного изложения материала. То есть в тексте существует проблема и нет готовых и однозначных ответов. Конечно, мы здесь не имеем в виду такие проблемы, как математические задачки, problems. Да, дважды два сколько будет, там ответ однозначный. Мы здесь говорим о проблемах этических, либо проблемах фактических. Я вам сейчас покажу пару примеров. Алгоритм работы при таком обучении следующий. Мы предъявляем детям проблему, мы просим их сформулировать свое мнение, сравниваем эти мнения, приводим аргументы, либо фактическую информацию, либо дети пытаются оправдать это мнение, и затем на основе вышесказанного мы пытаемся найти решение или прийти к какому-то конкретному выводу. Нам здесь помогает изучение реальных ситуаций. Это может быть такой прием, как case studies, когда мы рассказываем детям о каком-то реальном случае из жизни, где коммуникация была неуспешной, и пытаемся понять, что же привело к неуспеху, как можно было бы поступить по-другому. Это могут быть ролевые игры, которые используются для того, чтобы дети могли в разных ролях прописанных найти дополнительную информацию, почувствовать себя в шкуре другого человека. Это могут быть similarities, когда дети в роли самих себя пытаются справиться с различными ситуациями. Здесь нужно и взаимодействие, и нужно уметь посмотреть по-разному на одну и ту же информацию. В рамках развития критического мышления мы обучаем детей аргументированным высказанием, то есть не просто сказал «я так думаю», объяснил почему. Мы обсуждаем моральные вопросы и проблемы, а это тоже очень непростая сфера. Мы пытаемся развить информационную компетенцию учащихся, то есть учим детей находить информацию и выбирать нужную и в логическом порядке ее распределять. А также мы используем много упражнений, которые основаны на opinion gap, то есть на разницах во мнении. Давайте посмотрим на конкретные примеры. Вот кто-то говорит, здесь есть смысл работать с первоисточником. Может быть газеты, журнал, да и тот же интернет. Да, но в то же время и на уроке, и в УМК должны быть материалы, которые позволяли бы работать таким образом. То есть мы не просто отсылаем детей к каким-то дополнительным источникам, а мы работаем с текстами, которые позволяют детям понять, что не все бывает однозначно. Вот давайте посмотрим на примеры из учебника для седьмого класса. Восьмой урок, класс Debate. Мы обсуждаем один важный вопрос. Должны ли уроки физкультуры стать каждодневным предметом? То есть каждый день физкультура должна была бы быть. Дети об этом говорили уже. Кому-то нравится, кому-то не нравится в предыдущих уроках. А сейчас у них появляется возможность подебатировать, то есть обсудить на очень серьезном реальном уровне. Не просто поспорить, а в рамках определенных правил и определенной логики. И здесь мы как раз детям объясняем в этом учебнике, как строится аргумент, как ведутся дебаты, какие есть правила для выступающих. То есть это очень серьезное отдельное задание, которому необходимо учиться. И оно очень-очень пригодится в жизни. Либо у нас есть вот такой урок, который называется Win-Win. Мы здесь говорим о советах психолога, как убедить кого-то, как избежать проблем и прочее. То есть мы смотрим еще и на такие моменты. Еще пример из седьмого класса. Он называется The Unexplained урок. Мы говорим о событиях и о явлениях, для которых у нас пока еще нет однозначных и общепринятых объяснений. Это, например, явление историческое. Скажем, кто построил пирамиду, кто построил Стоунхендж. Это явление природное, которое мы до сих пор не можем объяснить. И мы учим детей сравнить разные точки зрения и посмотреть, какая гипотеза им покажется более или менее вероятной. И привести аргументы. А после этого посмотреть следующий урок. Who built the pyramids? Мы как раз учим детей смотреть на разные точки зрения. Говорим, что есть разные версии. Мы не говорим пока еще, что есть версии более научные или менее научные. Мы просто предъявляем детям эти версии. Просим их подумать и сказать, как они сами считают. А потом знакомим детей и с реальными факторами. И так далее. То есть то, что поможет детям выбрать информацию. Восьмой класс. Развитие критического мышления, опять же. Урок называется Unforgettable Presence. Где мы говорим о тех подарках, которые не принесли радости. Пытаемся понять, что же люди о чем думают, когда они эти подарки делают. И каких подарков лучше не делать. То есть здесь мы как раз ученикам показываем, что не бывает однозначно черного и однозначно белого. То, что для кого-то кажется белым, для кого-то может быть совсем другого оттенка. И мы говорим о том, что необходимо учитывать позицию собеседника. Его интересы. Необходимо уметь поставить себя на место собеседника и понять, как он что-то воспринимает. И после этого, посмотрите, пожалуйста. Мы учим детей собирать и логически организовывать аргументы. Вот видите, перед вами на экране Brainstorm Map получается. А это прямой путь к аргументу. К аргументу организации высказываний. Либо монологического устного, либо эссе, которое потребуется писать на ЕГЭ. Девятый класс. Уроки называются The Paradoxes of Russia. Опять же мы детям говорим, что то, что кажется нам совершенно естественным и повседневным, для кого-то может показаться странным. Я хотел бы вам продемонстрировать аудиозапись из учебника. То есть то, что дети здесь слушают. Дети слушают высказывания иностранных туристов, своих сверстников, которые приехали в Россию, и смотрят на то, что же этим туристам показалось странным. Коллеги, я вам включу аудиозапись, а вы мне, пожалуйста, напишите, слышите вы ее хорошо, идет ли звук или есть какие-то сбои. Продолжение следует... 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 К сожалению, это зависит от качества интернет-канала, тем не менее, вы смогли оценить либо ее полностью, либо частично. Если мы посмотрим на смысл этой записи, то мы увидим, что как раз дети учатся понимать, что есть разные взгляды на одни и те же ценности, разные привычки и в еде, и в одежде. Это позволяет не только социокультурные аспекты сравнить, но и именно развивать восприятие и мышление у детей. Многие из вас отмечали, что отличное произношение, хорошее качество записи, но это не случайно. На самом деле, все аудиозаписи, которые создаются к учебникам издательства «Титул», записываются в Лондоне на специально арендуемой студии звукозаписи, и, что самое главное, их записывают дети-актеры. Не просто носители языка, а носители-ровесники наших с вами учеников и актеры, которые в состоянии изобразить и региональные акценты необходимые, а также региональные варианты языка. Мы, например, с вами слышали и британцев, и американцев сейчас, то есть детей-актеров, которые говорили с американским произношением некоторые вещи с хорошим, и детей, которые говорили с британским произношением. То есть здесь мы всецело к этому подходим, со всех сторон рассматриваем. Это позволяет у детей формировать и фономатический слух, и знакомиться с разными вариантами произношения. Но это именно актеры, то есть они говорят достаточно четко и понятно, так, чтобы дети вполне могли справляться. Пойдемте дальше. Еще одна технология, о которой мы часто говорим и которая прописана в новом стандарте, это концентрация обучения с помощью знаково-символьных средств. Что это такое? На самом деле нас в жизни окружает огромное количество символов. Не всегда нам с этими символами удобно. Это могут быть и дорожные знаки, и какие-то пиктограммы, которые позволяют нам понять, как каким-то тем или иным аппаратом пользоваться. Конечно, производители различной аппаратуры, обучающих программ, компьютерных программ, любых, делают все, чтобы программы были удобны. Это специальное качество, которое называется usability. Насколько удобно пользоваться каким-либо предметом. И этому уделяют большое внимание. Тем не менее, знаково-символьные средства помогают именно в обучении. Они позволяют информацию сконцентрировать в одном знаке, потому что мы с вами помним из теории языкового знака, вот то, что и Вильям Сапир писал и так далее. И из теории семисиологии, что знак может нести разное количество информации, вплоть до очень-очень большого количества, гораздо больше, чем слово. Хотя слово это тоже своего рода знак, правда же? То есть, знаки могут быть опорой для ученика. Ученик смотрит и на основе моделей грамматических, символов каких-то, может строить свои высказывания. Знаки могут являться средством самоконтроля. Ребенок смотрит на них и понимает, правильно он высказанный построил или неправильно. А то он вообще говорит, о чем надо, или не совсем о том. Использование знаково-символьных средств позволяет развивать у учеников умение анализа и синтеза информации. И позволяет детей, как я уже говорил, подготовить к реальной жизни, потому что в жизни нас окружают самые разные знаки. Давайте посмотрим на несколько примеров. Вот, скажем, мы говорим про погоду. Мы смотрим на условные обозначения, смотрим, как на картах, на схемах традиционно обозначается прогноз погоды. Вот такие вещи. Здесь мы потом, у нас и чудесное аудирование идет, когда мы слушаем беседу двух людей о том, какая погода в разных городах. И мы как раз обсуждаем, что для кого является холодным, что для кого является теплой погодой и так далее. Здесь те же самые значки, которые, скажем, в британских газетах используются на страницах прогноза погоды. Кто-то пишет, знаки, символы воспринимаются на подсознании, в этом и их плюс. Да, это один из плюсов, но в то же время, кроме того, что это плюс, для того, чтобы знаки воспринимались, надо их очень тщательно проработать и решить, что должно включаться в учебнике. Да, сейчас говорят о концентрации обучения, то есть о возможности сфокусировать, сконцентрировать информацию более подробно. А вот еще один пример знаку символных средств. Это учебник 6 класса New Millennium English. Урок называется English and the World. Рассказываем детям о роли и месте английского языка. И посмотрите, перед нами появляется диаграмма, так называемая Pine Chant. Вообще, в курсе New Millennium English довольно большое внимание уделяется тому, чтобы научить детей читать и интерпретировать диаграммы, схемы и графики. Потому что это то, с чем детям придется столкнуться потом, когда они будут продолжать обучение в ВУЗе. Те дети, которые пойдут в ВУЗе, либо для того, чтобы дети научились понимать, их обманывают с помощью графика или это действительно график реальный. И их необходимо, конечно, обучать тому, как графики интерпретировать и что означает та или иная диаграмма. Два года назад, кстати, на той же самой Всероссийской Олимпиаде, задание на говорение на региональном этапе заключалось в том, что дети должны были и таблицы, и вот такие круговые диаграммы по-чат проанализировать, для того, чтобы потом на их основании сказать свое мнение и попытаться объяснить, как они считают, от чего возникла такая ситуация. И когда мы с детьми подросли, кроме повседневных действий, кроме повседневных знаков, которые нас окружают в реальной жизни, кроме диаграмм, которые могут потребоваться в дальнейшей учебной деятельности, мы начали говорить про живопись и про искусство. У нас есть чудесный юнит про искусство в 11 классе. И посмотрите, мы учим детей воспринимать, мы развиваем их эстетическую и эмоциональную сферу. Мы учим детей воспринимать и получать удовольствие от живописи, от разных направлений, от разных стилей живописи, для того, чтобы дети на уроках английского языка еще и эмоциональную сферу свою тоже развивали. Естественно, помимо чисто языковых умений и словарного запаса, для того, чтобы описать такие вещи и высказать что-то. Вот комментарий чудесный. Дети с удовольствием конструируют монологи на основе диаграмм и успешно анализируют. На самом деле, это очень непростое занятие, и замечательно, что вы это делаете и используете. Еще одна из технологий, о которых часто довольно упоминается, это модульное обучение. Модульное обучение – это, на самом деле, один из приемов организации целого учебного курса. Поэтому можно, конечно, их к технологиям относить, можно относить к типу построения. Но если мы с вами вспомним, что с точки зрения нашего вебинара мы из множества разных определений педагогической технологии выбрали довольно общее, что это совокупность средств и алгоритмов работы, которые позволяют наиболее эффективно обучать чему-то, достигать результатов, то, наверное, модульное обучение здесь вполне ложится очень неплохо в эту схему. Задача модульного обучения – подавать материал как логически завершенные части целого, именно завершенные части, помочь учащимся выработать алгоритм учебных действий и дать возможность учителю гибко подходить к обучению. Модули должны быть самодостаточными. Мы прошли эту тему, мы ее отработали лексику и грамматику, и затем мы к этой теме вернемся перед итоговым оцениванием в конце года. А дальше следующий модуль идет другой. И такие модули удобны тем, что, во-первых, в конце каждого модуля свое оценивание должно быть, видимые результаты работы. И такие модули удобны вот чем. В NewMillian English есть элементы модульного обучения. В чем они заключаются? Во-первых, сама структура каждого раздела. Это та самая структура коммуникативного юнита, которая была разработана и основывается еще на работах Ефима Израильевича Пасова, еще с конца 1970-х годов, и сейчас принято во всем мире. То есть, какие учебники российские, либо зарубежные, вы не полистаете, в любом хорошем учебнике структура примерно такая же. А именно, первый и второй уроки посвящены вводу темы и основного материала. Третий и шестой уроки – это дополнительный материал, небольшое количество, и самое главное – отработка уже полученного материала по теме, работа над лексикой и грамматикой, где мы идем от жесткого контроля к свободным высказываниям. Седьмой урок – это, как правило, урок контроля, и восьмой урок – это урок, который направлен на то, чтобы дети могли свободно использовать полученные знания. В курсе New Milan English – это проектная работа. Иногда бывают уроки, которые направлены на ролевые игры и так далее. Каждый раздел логически завершен. Если посмотреть на программу курса, вы увидите, что темы у нас повторяются, получая свое развитие в течение нескольких лет обучения, но тем не менее мы стремимся к тому, чтобы дети имели как можно более подданную информацию. Вопрос «разбивка по юнитам и есть модуль» – не совсем. Просто разбивка по юнитам – это распределение курса. Это может быть и линейный курс. Если, например, какая-то грамматическая структура появилась в юните номер 1, потом возвращаемся в юните номер 2 и 3, то есть это не самодостаточная вещь, это не модуль. Модуль – это, как бы сказать, даем информацию, то, что по-английски называется in a nutshell, в сжатом концентрированном виде. Дети получили основы, они ее отработали, и если вы модули переставили местами некоторые, то особенно конечный результат от этого не меняется. Такая структура в учебниках для всех возрастов, да, как правило, во всех. Другое дело, что юнит не везде состоит из 8 уроков, но бывает, когда юнит состоит из 6 уроков. Тогда, соответственно, 1-й, 2-й уроки – это ввод материала, 3-й, 4-й закрепление, 5-й контроль, 6-й урок – свободное продуцирование. Но какой бы вы учебник ни полистали, практически в любом учебнике та же самая структура сохраняется. С 5-го класса New Middle English такая структура есть. А теперь, коллеги, давайте мы с вами посмотрим. Вот те технологии, о которых мы с вами поговорили, конечно же, помогают нам в рамках работы по новым федеральным стандартам более эффективно достигать планируемых результатов. За счет чего, каким образом, как это можно отразить в наших отчетных документах и в рабочих программах. Такая технология, как обучение в сотрудничестве, способствует достижению следующих личных и метапредметных результатов стандарта. А именно, развитие умений взаимодействовать со сверстниками и педагогом в учебном процессе. Развитие умений договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности и адекватно оценить собственное поведение и поведение окружающих. Вот на какой результат ни посмотри, все они очень требуются и в реальной жизни, правда же, не только на уроке. Проектная деятельность. Позволяет развивать у учеников умение анализа и синтеза информации. Развитие информационной компетенции учащихся. Овладение способностью принимать и сохранять цели, поскольку мы знаем цель проекта и мы с ней сверяемся постоянно. А также способностью планировать свою деятельность. Далее, разноуровневое обучение отлично способствует построению индивидуальной образовательной траектории. Кстати, проектная работа тоже этому помогает, просто разноуровневая еще один из элементов тех кирпичиков, из которых может индивидуальная образовательная траектория строиться. Еще одним таким кирпичиком является применение ИКТ. То есть ИКТ, информационно-коммуникационные технологии в обучении, тоже способствует построению индивидуальной образовательной траектории, развитию компьютерной компетенции учащихся, развитию информационной компетенции, то есть умению работать с информацией, выделять важное от неважного, главное от второстепенного, выстроить в логическом порядке, решить, что использовать и как. А также развитие умений самоконтроля. ИКТ нам тоже помогает. И далее, развитие критического мышления учащихся. Какие результаты стандарта позволяют достигать? Во-первых, это развитие информационной компетенции, формирование уважительного отношения к иному мнению, чего тоже очень часто в жизни не хватает, освоение форм познавательной и личностной рефлексии, когда ребенок думает, а правильно ли я поступил или неправильно, а узнал ли я то, что мне нужно. Помните вот эти вот self-revaluation cards, которые мы с вами видели? Это еще один из приемов, который нам помогает. И овладение навыками смыслового чтения текстов и так далее. К сожалению, не всегда дети умеют правильно извлекать смысл из текста. Они либо видят информацию, которая есть только на поверхности, либо они этот текст никак не сопоставляют с контекстом, в котором они живут, и с реалиями, в которых они существуют. Концентрация обучения с помощью знаково-символных средств помогает чему? Еще цитаты из планированных результатов стандарта. Во-первых, использование знаково-символических средств в представлении информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов. Умение создавать, применять и преобразовывать самые главные знаки и символы моделей и схемы для решения учебных и познавательных задач. И, наконец, модульное обучение способствует активному развитию универсальных учебных действий для учащихся. То есть вот это самые основные моменты. Уважаемые коллеги, тема современных образовательных или педагогических технологий, конечно, тема очень большая. Сегодня утром, когда я вел вебинар, мне написала одна из участниц, она написала, я являюсь преподавателем колледжа и была преподавательницей в УЗЕ. И тоже пишет, что все это вполне применимо и на других уровнях обучения, и очень удобно. Я постараюсь ответить еще на ваши вопросы. Вопрос из Междуреченска. Можно ли в практике использовать разные технологии? Конечно, можно. Конечно, технологии тем и отличаются от подхода, что они позволяют очень гибко работать. И на самом деле, посмотрите, мы ведь сами прекрасно и проектные методики используем, и в рамках проекта может быть обучение в сотрудничестве. Правда? То есть эти технологии пересекаются. Может быть, это одна из причин и есть, по которой не выработана еще единая классификация технологий, потому что границы очень расплывчатые. Главное, что у каждой технологии есть алгоритм, и некоторые алгоритмы прекрасно взаимодополняют друг друга. Информация полезна для работы. Спасибо. Нужно. Светлана, думаю, можно, но сложно. Но вот видите, у нас коллективный разум как раз помогает. Больше времени требуется. Да, на самом деле, к сожалению, трех часов в неделю явно не хватает для того, что можно. Можно все это использовать на уровне высшего образования. Конечно. Если на уровне школы мы только закладываем умения у детей, то на высшем образовании мы как раз можем строить на этом фундаменте, который мы в школе заложили, можем строить и основную работу. Ну что ж, уважаемые коллеги, если у вас есть какие-то вопросы или комментарии, с удовольствием постараюсь ответить. Мы же используем элементы технологии. Действительно, элементы мы используем. С удовольствием постараюсь ответить на ваши вопросы, либо по нашей теме вебинара, либо еще по каким-то. Как я уже обещал, мы презентацию завтра выложим для свободного скачивания, и вы сможете ей поделиться. Я просто две опечатки заметил, я их поправлю сегодня вечером, так, чтобы завтра выложить презентацию. Вы сможете ей поделиться с коллегами, использовать. А видеозапись этого вебинара мы тоже выложим. Если у вас будет желание, вы ее вполне сможете посмотреть вместе с вашими коллегами на заседании методического объединения, вне зависимости от того, по каким учебникам вы работаете. Вот кто-то пишет, например, «Главное понять, какие мы используем, некоторые названия не знали». Вы знаете, у нас вот какая ситуация. Мы очень много используем, и на самом деле мы просто не осознаем даже, насколько передовыми учителями мы с вами являемся. Я думаю, что когда вы немножко обдумаете то, что вы сегодня услышали, вы поймете, что вы сами, о том иногда не подозревая, очень многие либо элементы, либо целиком современные образовательные технологии использовали. Уважаемые коллеги, еще одна просьба, поскольку у нас с вами сколько сейчас, 143 участников онлайн, не могли бы вы просто мне для статистики интересно написать, откуда вы, какие регионы, какие города, для того, чтобы понять, с кем нам сегодня удалось пообщаться. Сертификат без печати, его можно использовать при аттестации. Насчет сертификата, я вам сейчас дам ссылку на этот сертификат, вы его сможете скачать. Если по какой-либо причине не удастся вам скачать сертификат, напишите нам на connectenglishteachers.ru, вы его сможете использовать, мы вам пришлем по электронной почте. Сертификат написан на специально созданном бланке. К сожалению, печать ставится только на оригинал документа. Если вам где-то дают в электронном виде бумагу, и на ней стоит электронная отсканированная печать, то, к сожалению, это за документ большинство организаций не посчитает. Свидетельством подданности документа является электронная подпись, но далеко не каждая организация оформила для себя электронную подпись. Поэтому, коллеги, для сертификатов, все-таки мы вам даем вот такие в электронном виде, вы их можете приложить. Если вдруг вам во время аттестации будут по какой-либо причине говорить, что вот нам нужен обязательно оригинал с печатью и так далее, напишите нам, постараемся эти проблемы решить. Красноярский край, Минусинск. Я в Красноярске был совсем недавно, у меня был большой семинар, было около 170 человек. Вот кто-то уже пишет, скачивали утром, то есть уже второй раз пришли поучаствовать в нашем вебинаре, это особенно приятно. Рязань, Москва, Нижневартовск, до Нижневартовска не доезжал, Удмуртия, в Ижевске несколько раз был, Иркутск, замечательно, в Иркутске у нас идет апробация ряда учебников, Красногорск, это там, где Мирием Заватны, Бибалетова, Химки, Астрахань, коллеги, в Астрахани был несколько раз, в этом году пока еще не был, в Омске тоже был, Петербург, Пермь и так далее. А когда будете в Волгограде? Татьяна Михайловна, я был в Волгограде в ноябре, я вчера говорил с завкафедрой иностранных языков, с Валентиной Александровной, у нас готовится один интересный проект, совместный с Академией повышения квалификации Волгоградской области, я думаю, что будет интересно тоже. В Казахстан, ну вот у нас совсем международный вебинар получился, не только Украина и Казахстан. Коллеги, я бы до Казахстана добрался с удовольствием, но, к сожалению, у нас в Казахстане, я не знаю просто сколько школ работают по учебникам титула, а в Краснодаре был, Челябинск, все знакомые места. Ну что ж, уважаемые коллеги, я вам даю ссылку на вебинар, Ямал-Ненецкий автономный округ. Коллеги, сколько же у вас сейчас времени? Наверняка уже поздний вечер. Еще раз ссылку на вебинар, можете скачать эту информацию. Если сейчас у вас по какой-либо причине не скачается сертификат, напишите нам, у кого-то уже 21.30, у кого-то 20, то есть на 2 часа разница, то есть совсем время разное. Ну что ж, уважаемые коллеги, мы на этом завершаем наш с вами вебинар. Видеозапись мы выложим, Хантамансийский автономный округ тоже очень рад вас видеть. Уважаемые коллеги, большое вам спасибо за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы или комментарии, пожалуйста, пишите на сайте englishstitchers.ru. И самый-самый финальный вопрос. Мы в январе впервые попробовали такое. Мы очень не хотели замусывать ваши почтовые ящики, но я решился попробовать прислать вам план график семинаров на январь по электронной почте отдельно, точно так же, как мы высылаем наше newsletter. Скажите, пожалуйста, надо ли и дальше так делать? Удобно ли вам будет, если мы будем каждый месяц присылать программу вебинаров на месяц? Удобно. Ну что ж, тогда будем так и делать. Просто очень не хотелось присылать вам что-то, что могло бы оказаться неполезным, но судя по количеству участников, и потому что у нас из трех стран сейчас люди присутствовали, я думаю, что это будет полезно. Ну что ж, еще раз тогда даю вам ссылку для скачивания вебинара. И на этом мы на сегодня заканчиваем. Большое спасибо. Буду рад увидеть вас дальше. Напоминаю, 22 января в 15.00 по московскому времени у нас будет вебинар, на который приедет проводить у Мире Мзабатова-Бибалетова, и вы поговорите о реализации идей в ГОС и об особенностях идей нового стандарта для старшей школы, опять же на конкретных примерах курса Enjoy English. А 30 января будет очень интересный вебинар, точно так же в 11 утра и в 17.00 по Москве, который будет проводить Клара Исаакуна Кауфман, автор федерального курса учебников happyenglish.ru по английскому языку. Клара Исаакуна будет говорить о том, каким образом можно организовать педагогические эксперименты, основываясь на конкретных примерах учебников, а также расскажет о том, как эти эксперименты уже идут в разных регионах, и что в рамках экспериментов уже удалось достичь, в том числе и о вкладе учителей в совершенствование учебников английского языка. А еще раз скажите, пожалуйста, про печать, пишет Татьяна Геннадьевна. Татьяна Геннадьевна, если документ на бланке, то, как правило, такие документы принимают. Если документ в электронном виде, то печать, к сожалению, ставится только на оригинал документа. Поэтому любая печать, которая поставлена в электронном виде, ее, как правило, действительно тоже не считают. Поэтому давайте сделаем так. Если вам нужен сертификат для аттестации, и вы приносите документы, а вам руководство говорит, что вы знаете, вот нам нужен обязательно оригинал, напишите нам точно так же на connect.englishstitches.au, мы попытаемся эту проблему совместно решить. То есть это все можно. Ответьте, пожалуйста, про ключи к редап. Вы знаете, ключей мы не выпускали. Если вы считаете, что ключи к редап есть, я могу попробовать поговорить, я могу задать вопрос главному редактору, может быть, мы эти ключи для вас просто выложим онлайн, для того, чтобы вы могли скачать. Кто-то пишет, я почему-то не получал такое письмо, хотя участвую не первый раз. Вы имеете в виду, вы не получили письмо с сертификатом, или вы не получили письмо с информацией о вебинаре? Если вы имеете в виду письмо с информацией о вебинаре, то, наверное, да, бывает, когда письма уходят в спам, поэтому желательно проверить. Коллеги, все, кто зарегистрирован на сайте englishtitchers.ru, могут получать наши письма о вебинарах рассылки. Мы их рассылаем всем. Вы не получите эти письма только в одном случае, если вы когда-то получали наши newsletters и отписались от их получения, то есть просто поставили галочку по ссылке, прошли, что вам не надо эти письма получать. Кому-то нужен оригинальный сертификат. Коллеги, мы можем вам оригинальный сертификат выслать. Мы можем вам выслать оригинальный сертификат. Напишите на connectenglishtitchers.ru. Просто дело в том, что поскольку почта работает не всегда стабильно и требуется время для того, чтобы этот сертификат напечатать, впечатать ваше имя, вписать в ваш адрес, то это займет определенное время. Вопрос в тетрадь для шестого класса pointenglish выйдет также в январе. Коллеги, я сейчас не могу точно сказать, потому что про пятый класс я спросил, в каком состоянии. Работу про шестой не могу точно сказать. Я думаю, что вы этот вопрос можете задать Миреем Забатыванием Бибалетовой 22 января. Ну что ж, коллеги, не смогли скачать сертификат, пишу еще раз эту ссылку. Если не будет скачиваться, пишите по электронной почте, мы вам пришлем ответным письмом. Еще раз большое вам спасибо. Мы уже полтора часа с вами честно и добросовестно отработали. Я вам желаю доброй ночи. И самое главное, чтобы эти результаты вебинаров пригодились вам, сделали вашу работу легче, удобнее и, самое главное, интереснее. Большое спасибо. Большое спасибо.